Левые против правых. Юношеские хоккейные команды нашего города отметили завершение сезона мастер-шоу. Десятилетние игроки бегали в эстафетах, били булиты, старались удивить публику нестандартными финтами. Формат шоу напоминал матчи звезд в сильнейших лигах мира. Звездность юного поколения оценивал наш корреспондент Евгений Савченко. Кому не хочется стать звездой? В игре сложнее, тебе мешают противники. А вот на шоу ты в центре внимания. И можешь представлять себя в софитах КХЛ, НХЛ или на чемпионате мира. Знаете, что такое шайба Грамбулда? Вот так вот берешь, поднимаешь шайбу и бросаешь. То есть вот так. И я сейчас попробую вот так крепить. Я пытался поднять на крюк, но шайба была скользкая, соскочила с крюка, поэтому не смог. Нереализованные замыслы доказывают, звездами не рождаются, ими становятся. Тренеры, с одной стороны, стараются поддерживать стремление юных игроков к нестандартным действиям. А с другой, серьезно относятся к симптомам звездной болезни, которая прогрессирует среди детского хоккея. Голы и победы в раннем возрасте способствуют завышенной самооценке у отдельных игроков. Именно в детском возрасте это распространенное. Родители сейчас поощряют. Если раньше родители отправили, и все, теперь ходят родители. Или именно родители виновники, может быть, вот этой звездной болезни. Конечно, присутствует, что кто-то выстрелил, кто-то начинает говорить, я лучше. Но вот стараемся убедить, что нет, не ты лучше. Ты лучше команда. Только команда. Благодаря команде ты становишься лучше. Без команды, как есть такая умная поговорка, что игрок без команды пропадет, команда без игрока не пропадет. Мастер-шоу юных хоккеистов не ограничивалось индивидуальными конкурсами. В программе были эстафеты, славный бег, матчи команд разных возрастных групп. Звезд нет. Мы пытаемся всех детей охватить, все команды. У нас с левый берег на правый берег. Это постоянная конкуренция, в общем-то. У нас два катка, которые расположены на левом и на правом берегу. И поэтому здесь по три, по четыре тренера с каждой стороны. Интерес соперничества между тренерами даже, между теми детьми, которых мы готовим, воспитываем. Борьба получилась на редкость упорной. Левый берег ввел после первых конкурсов со счетом 3-2. Правые отыгрались в хоккейном поединке, выровняли счет, но в решающей эстафете сборная Ленинского района все-таки взяла верх и одержала победу в мастер-шоу. Пока еще не зрелых мастеров. Субтитры создавал DimaTorzok